Звезды хоккея детям в Кировочепецке прошел спортивный проект «Миссия чемпиона». Известные хоккеисты провели мастер-классы для юных спортсменов, обсудили с властями развития спорта в Кировочепецке и сыграли в товарищеском галоматче. Все подробности в репортаже Александра Бушмакина. На льду юные хоккеисты разминаются перед началом тренировки. Хотя сегодня их ждет нечто большее. Вместе с будущими профессионалами на площадке настоящие звезды. Серебряный призер чемпионата мира по хоккею Александр Гуськов, игрок НХЛ Олег Кваша и воспитанник Кировочепецкой Олимпии вратарь Андрей Малков. Именитые спортсмены приехали в Кировочепецк в рамках проекта компании «Уралхим. Миссия чемпиона». Это популяризация, конечно же, хоккея в первую очередь. Это праздник для детей. Это есть возможность пообщаться вживую с большими мастерами хоккея. И не просто пообщаться, а получить ценные советы от мастеров. Например, в хоккее важен психологический настрой игрока, рассказал двукратный чемпион России Александр Гуськов. Когда парень зажат, когда парень чего-то боится, тяжело показать все, на что ты способен. Поэтому, опираясь на требования тренера, ты можешь творить. Творить и показывать свои лучшие качества. И только тогда тебя заметят. Тяжело быть в массе и быть успешным. Надо всегда чем-то отличаться. Без советов по технике игры тоже не обошлось. Юные спортсмены все взяли на заметку. «Я узнал много. То, что ногами можно работать еще перекатом. И руки надо всегда держать перед собой». «Надо при катании садиться ниже, чтобы не сделали против тебя силовой прием. «Для тебя это было полезно сегодня?» «Да». «О чем ты мечтаешь в хоккее? Сделать какую-то карьеру, быть на кого-то похожим?» «Ну, я мечтаю олимпийские игры выиграть». После хорошей тренировки и наставлений от звезд хоккея – автограф-сессия. Как признались начинающие хоккеисты, эта встреча вдохновила их на новые победы. К тому же ребята могли не только узнать профессиональные фишки, но и о жизни спортсменов. В открытом диалоге приняли участие Александр Гуськов, Андрей Малков, Александр Мерезкин, Олег Кваша, Александр Ардашев и легенда хоккея Владимир Мышкин. Без каверзных вопросов не обошлось. «Сколько вы голов пропустили за всю свою карьеру?» «Главное не сколько я пропустил, а главное то, что сколько побед со мной выиграла команда. Это самое главное. И очень приятно, когда некоторые знаменитые игроки говорят, а я тебе забивал. Я говорю, так слава богу, что ты помнишь, что мне забивал, а не какому-то Васе Пупкину». Миссия чемпиона – это возможность для детей осуществить свою мечту, стать спортсменом с большой буквы. И в этом подрастающему поколению нужно помогать, считает директор по социальной политике Уралхима Радмир Габдулин. Уралхим – социально ориентированная, социально ответственная компания. И для нас очень важно сегодня развитие социальной политики через спорт, через воспитание молодежи, через привитие им правильных, верных традиций, патриотического воспитания. А хоккея пообщались не только с детьми, но и с органами власти. Чиновники и депутаты поднимали важные вопросы. «Сегодня мы обсудили перспективы развития спорта в Кирово-Чепецке, перспективы развития хоккея, спортивной школы «Олимпия». Необходимо поддерживать спорт, поддерживать детей и поддерживать развитие будущего Кирово-Чепецка». Кульминацией праздника хоккея стал голоматч. На лед вышла сборная Кировской области и команда «Уралхима». Болельщиков и спортсменов поприветствовал губернатор региона Александр Соколов. «Я очень рад, что у нас продолжает работать, развиваться хоккейная школа «Олимпия», что играет команда «Олимпия». И что традиции Кирово-Чепецкого хоккея, Кировского хоккея приобретают все больше и больше новых сторонников». Игра началась. Вместе с именитыми хоккеистами на лед вышли члены областного правительства, а также руководители и сотрудники «Уралхима». Кто-то на коньках не стоял уже несколько лет. «Герой Чепецкий хоккей развивается. Сейчас благодаря «Уралхиму» развитие будет еще мощнее. Я этому очень рад». «Десять лет не стоял на коньках, но вот через десять лет, скажем так, большим удовольствием стал на хоккей». «Лед просто плавится от эмоций, от настроения людей». А настроение было на высоте и не только от матча, но и от сюрпризов. В перерыве для болельщиков выступил известный певец Никита с нестареющими хитами. По итогу игры команды сыграли в ничью со счетом 10-10. Исход решили булиты. Победа за сборной региона. Праздник хоккея подошел к концу, но только для того, чтобы в следующем году известные спортсмены вновь приехали в Кирово-Чепецк со своей миссией чемпиона. Александр Бушмакин, Александр Нестеров. Бюро новостей. Давича.